Это вторая в этом году ярмарка вакансий в Шимкенте. Первая прошла в апреле и тогда 520 южноказахстанцев смогли трудоустроиться. Вдохновленные успехом власти вновь пригласили работодателей. Свои предложения направили представители почти всех сфер народного хозяйства. Образование, здравоохранение, промышленности, транспорта и культуры. У нас есть в государственных органах в сфере образования, есть в лаврусском языке точные науки химии, биологии, специальности в основном в промышленности. Есть слесаря, токаря, электрики, киповцы, промышленности. Есть у нас в сфере образования, здравоохранения. И здесь тоже точные вот эти ежи, у нас отдельные окулисты, хирурги. Возможно, здесь на ярмарке вакансий работу себе найдет Татьяна Фадеева, учитель с многолетним стажем. Последние несколько лет женщина пробовала себя в психологии в бухгалтерии, но все же решила вернуться в основную профессию и, возможно, даже сделать карьеру. С учетом того, что программа пенсионного возраста отодвинута на 63 года, я думаю, что карьерную лестницу за 20-25 лет реально и после 40 сделать. Потому что опыт, навыки и все равно какой-то есть. Несмотря на то, что здоровье может быть не такое, как у 20-летнего, но все в наших руках, своим здоровьем можно заниматься только самостоятельно. Не перекладывать это ни на врачей, ни на государство, только самостоятельно. Хорошую возможность пополнить собственные кадры имеют и работодатели. Сотрудники компании Шамкент Мунаю Намдары в ярмарках вакансий принимают участие регулярно и пока предложения не разочаровывали. У нас, значит, сейчас нам необходима специальности производственники, да, с окладом 72 тысячи, две единицы как бы. Ну вот сидим, ждем, когда подойдут. И как? Раньше вы уже участвовали в этом мероприятии? Конечно, постоянно участвуем в этом мероприятии. Но результат положительный, конечно. Результаты есть, люди подходят, резюме вставляют, мы потом нас в беседование приглашаем. И в дальнейшем благоустраивают, трудоустраиваем. Ярмарка вакансий длилась полдня и, по словам представителей городского отдела, занятость оказалась продуктивной. 217 горожан получили направление на работу. А в ближайшие дни будут рассмотрены и другие заявки участников ярмарки. Даниар Худайбергенов, Толгат Абгенабиев, Ганя Аскербек, информационная служба, телекомпания «Отрар».